Ингушетия уже более двух с половиной веков в составе России. 253 года назад, 17 марта, ингушские старейшины подписали акт добровольного вхождения в состав российского государства. А спустя 244 года после этого в состав уже современной России вернулись республика Крым и город Севастополь. Решите по поручению главы республики Калиматова Махмуда Али Макшириповича поздравить вас с этими замечательными двумя датами. Более 250 лет назад наши предки подписали документы о добровольном вхождении в состав России и эти два с половиной века показали правильность выбора этого пути. 9 лет назад Крым вернулся в свою гавань, в Черное море, в Россию. И это тоже показало правильность этого решения. И сегодня происходят такие же позитивные перемены. Сегодня в специальной военной операции участвуют наши жители. Более полутора тысяч человек с Ингушетии ведут освободительную борьбу против коричневой чумы. И это тоже правильно. И как говорили в годы Великой Отечественной войны, наше дело правое, мы победим. Спасибо, с праздником вас! Подписание соглашения между Ингушами и Российской империей состоялось вблизи селения Ангушт, на поляне Бортбосе. Этим документом наши предки определили судьбу народа на века. Тогда старейшины решили, что будущее Ингушей неразрывно связано с Россией. Тем самым они, мудрые и дальновидные, положили начало новой эре в истории Ингушетии. Нам остается только дальше развивать нашу республику, быть достойными и дальше находиться в такой семье российской. С 1770 года Ингуши ни разу свои присяги не изменили. Наши предки принимали участие во всех крупных войнах Российской империи, Советского Союза и его преемницы России. Музыка 253 года назад наши старейшины сделали правильный выбор. И вот пройдя два с лишним века, мы понимаем, насколько правильно это было решение. Ингуши всегда были с Россией. Они добровольно вошли и свое добровольное вот это вхождение все эти годы оправдывает. Но и Россия нас не оставляет в обиде. Вот построены университеты, медицинские учреждения, ликвидированы трехсменные школы, дороги. Вот красивая наша столица. Вот еще раз доказывают, что наши старейшины смотрели далеко вперед. Сегодня маленькая Ингушетия самостоятельный субъект большой страны. Мы строим, созидаем. В союзе с Россией мы чувствуем надежную опору и мы являемся неотъемлемой частью российского государства. Я хочу пожелать мирного неба над головой всем россиянам, сплоченности, единения, только в единстве силы российского государства. Все песни и стихи о ней – родной, могущественной и великой державе. День вхождения Ингушет в состав России, как и день воссоединения Крыма с Россией, традиционно отмечается как национальный праздник. Музыкальные коллективы исполняют патриотические песни о родине. Мероприятие продолжилось выступлением творческих коллективов республики. А два праздника с временным разрывом почти 250 лет объединяют и сплачивают народы. Мы развиваемся и с уверенностью смотрим в будущее. Впереди большие цели и новые высоты. Муслим Ганив, Асхаб Белакиев, Новости 24.